Где взять силы и ресурсы, чтобы вот с этим справиться? Приговорить себя к абсолютному злу всегда есть выход. Наверное, существует и коллективное безумие. Но его бы с удовольствием, как экспонат, по словам мой коллега, по имени Зигмунд Фрейд. Психология подданных — это психология большинства? Подданные всегда имеют императора. Они живут по форме. Сиди и жди, придумают вожди. 40 баранов стояли в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают те же бараны. С вами Марьяна Минскер. Нам надо поговорить. Со мной в студии профессор психологии МГУ, академик Александр Осмолов. Александр Григорьевич, я очень ждала встречи с вами. И, готовясь к этой программе, я думала, с чего бы начать. И решила, что начать нужно со слова «опустошение». Вот у меня сейчас внутри такая эмоция, такое чувство. Чувство, что информационный фон слился с жизнью. А с психологической точки зрения, что это за ощущение, что это за чувство? Когда мы говорим об опустошении, мы прежде всего сталкиваемся с тремя жизненными дефицитами, которые прорываются в нашу реальность. Первый дефицит – это дефицит потери смысла. И это главное. Опустошение, как асфиксия, как удушья приходит тогда, когда вы теряете ответ на вопрос, который явно или неявно стоял всегда в вашей судьбе. Зачем? Ради чего? Зачем я это делаю? Ради чего? Какой смысл? И когда вдруг вы видите, что то, что вы делаете, то, что вы продолжали делать и хотите делать, находится под угрозой того, что сломаются перспективы, тогда возникает то чувство, которое терзает вашу душу. Чувство опустошения. Вы чувствуете, что вы оказались, здесь блестящая конструкция человека, которую я не раз буду упоминать, великого психолога Виктора Франкла, создателя экзистенциальной психологии и психологии поиска смысла. Вы оказываетесь в ситуации, услышьте, экзистенциального вакуума. Это его конструкт вакуума существования. Если еще вчера вы знали, как жить, если еще вчера вы чувствовали, есть там горизонт, тут горизонт, и у вас было характерное для каждой личности, которая делает миры многопутье, то это многопутье сегодня скукожилось, и отсюда пустота, отсюда вакуум. И вы говорите, я чувствую себя опустошенный. Второй дефицит, идущий за дефицитом смысла, я не понимаю, что происходит. Это дефицит понимания. Вы открываете форточки разума и видите, что через разум вы не можете объяснить происходящее. И говорите, есть ли хоть какое-то в мире разума понимание тому, что происходит. У Чехова был блестящий рассказ, письмо ученому соседу. К нему приходят и говорят, приходит письмо, он пишет это письмо, автор письма, и говорит, вы говорите, что на солнце есть пятна? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И здесь ваш поиск в мире разума ответа сталкивается с странной ситуацией. Как могло быть, что вдруг все, во что вы верили, и надеялись, начинает взрываться? Вы не понимаете этого. Но это непонимание защитное, как только, как и за упустошением начинается поиск смысла, так и за дефицитом понимания все-таки надо найти, надо найти точку опоры. И, наконец, третье, вы задаете себе вопрос. И в нем спасение, и в нем сложность. Дефицит доверия. Вы сказали, что блестящим. Здесь информационный поток и поток жизни. Это браво. Вы разделили жизнь и говорите, информационный поток – это не жизнь. Значит, есть другая жизнь. Значит, те картинки, которые впечатывают ваше сознание в разные потоки информации, даже альтернативные потоки информации. За ними что-то есть еще. И вы начинаете напоминать только правильно поймите мои слова. замечательного, замечательного, близкого моего сердца героя по имени Буратино, который стоит перед холстом. Я не говорю она о вас, но в буквальном смысле слова вы говорите. Этот информационный поток, он застилает мое видение мира. Я даже начали с него прорваться. Как только вы почувствовали, слушайте, ведь за вашим вопросом стоит то, что жизнь есть, и тогда, простите, к черту депрессию, к черту опустошение. И есть шанс, что вы прорвете этот барьер. А какие чувства вы сейчас испытываете вот в этой ситуации? Я каждый раз себе задаю вопрос. Если я сейчас начну заниматься замечательными занятиями, выйти на Луну, так громко выйти, насколько все вокруг либо огорчатся, и я смотрю на тех, кто огорчится, но одновременно я смотрю, слушайте, он уже завыл, он уже вообще двигается в ничто, и тогда мы рады, он нам слишком мешал. Неужели я им доставлю эту радость? Неужели я буду выйти на Луну? И тогда я смотрю, а кому вокруг тяжело? И тогда я смотрю, кто, как вы, говорит, у меня экзистенциальный вакуум, ну извините, я говорю таким, мы уже возвращаемся, и тогда я понимаю, насколько прав один древний мудрец по имени Гилель, он задавал несколько вопросов, задавал еще до того периода, когда было изменение картин мира и появилось христианство, и задавал их в стране по имени Иудея. Его звали Гилель, и он спрашивал, услышьте эти вопросы, если не я для себя, то кто для меня? И этот вопрос раскрывал мир беспредельного эгоизма. Другой вопрос, который начинает атаковать первый поставленный вопрос, вопрос Гилеля, но если я только для себя, то зачем я? Третий вопрос, если не я, то кто? И наконец, четвертый вопрос Гилеля, если не сейчас, то когда? Я не случайно обозначил перед вами вереницу этих вопросов, они невероятно значимы. Если мы попадаем в ловушку первого вопроса, кто для меня то тогда начинается мощный стон, который даже песней не завязывается. А если мы говорим для кого я? Если мы говорим ради кого я? Тогда мы видим ту нить ариатны, которая в ряде ситуаций далеко не всегда, но дает силы, дает ресурсы для того, чтобы совладать с ситуацией того личностного, социального и экзистенциального кризиса, который охватывает сегодня многих и многих людей. Чувствовать так, как вы описываете, это свойство людей определенного склада, определенного круга, это от чего зависит? От уровня образования, от уровня эмпатии, от уровня интеллекта, от чего? Вы задали вопрос, который подверг меня в некоторое смятение. Любой ответ будет и верен, и неверен. Я, знаете, почему психолог не помогает тому психологу, который рядом? Почему хирург не делает операцию над любимым человеком? Это невозможно. Поэтому я лишь допущу некоторые гипотетические конструкции, когда вы это говорите. Я считаю, что образование здесь ни при чем. Оно нужно. Но выводить все из мира знаний нет. Причем другое. Отойдем от той ситуации, которую мы сейчас переживаем. Просто в многих ситуациях в моей жизни ко мне подходили и спрашивали, а что так странно себя ведешь? А почему ты не согласен со всеми? Почему ты и многие другие вопросы? И наконец, мудрые политики, у которых я вызывал аллергию, задавали вопрос, в котором удивительно интересная вещь. Раз он себе так позволяет, раз он себе такое разрешил, значит, за ним кто-то стоит. И вот этот вопрос, кто за тобой стоит? Я отвечаю, за мной стоят люди большой культуры, за мной стоит Шекспир, за мной стоит эта конструкция мира большой культуры принадлежит блестящему гению гуманитарного понимания мира Бахтину, за мной стоит мой любимый психолог Лев Выгодский, за мной стоит мой учитель Алексей Николаевич Леонтьев, но главное, за мной стоят те люди, которые назывались, и я вам говорю, этот конструкт Мираба Константиновича Мамардашвили, они назывались, он их назвал, неназначенцы, их нельзя было назначить, они назначали себя сами, и они не становились людьми, которые живут по формуле У-2, угадать, угодить, у них была возможность выбора в любой ситуации, и когда я вижу, что эти люди за мной стоят, причем целая вереница, я вижу, насколько в этих ситуациях можно быть сильнее, и я поражаюсь, и ухожу от ситуации, когда я себя приговариваю к несчастью, когда я себя приговариваю к депрессии, буквально два примера, недавно я оказался на двух спектаклях, один в молодежном театре, он назывался друг мой Павел, а другой, вы не поверите, в театре Обрасова, в театре Обрасова шла вещь, на которую я пошел с интересом, и она называлась Сергей Обрасов, почему я об этом говорю, когда со сцены театра кукол вдруг рассказывал ведущий этот вечер, эту постановку мастер, он рассказывал, что происходило с Михоулсом, он рассказывал, как в самые трудные времена люди удивлялись тому, что делается с подачи Сталина, он рассказывал о самых чудовищных вещах, когда казалось все, конец, предел, и тогда Обрасов говорил, а я по-прежнему делаю театр кукол, я по-прежнему делаю свое дело. Другой пример, когда недавно я для общения с ректорами России, есть такие люди, чтобы задумались о разных реальностях, пригласил совсем не ректора, и не ученого, а человека, который поразительно создает разные миры, это был Слава Полуни. И когда я не буду все его вещи пересказывать, было бы смешно, но я попросил его представиться, человек называет себя, он задумался, он начал искать, потом смущенно обронил фразу «Я праздничный клоун». Услышьте эти слова, это тот человек, который как бы не было тяжело, трикстер, ищет необычные пути развития и может делать праздник. И в театре молодежном я увидел спектакль, посвященный Московскому университету, филологическому факультету, где было предательство, где были доносы и как преображались люди. Что мне было важно в этих спектаклях, что мне было важно при встрече с Полуниным, мне было важно не только спектакли, которые были филигранные, мне было важно видеть лица зрителей в этой ситуации. Здесь и теперь я видел открытые глаза, я видел открытые лица, я видел людей, которые несмотря на ту чудовищную для многих атмосферу потери почвы под ногами, вставали, смотрели, действовали и не превращались в роботов. Поэтому самое страшное, если мы в любой ситуации приговорим себя, что мы живем в мире абсолютного зла. Что такое абсолютное зло? Абсолютное зло это отсутствие альтернатив, это полная безысходность. Всегда есть выход. И когда я вижу, как вы задаете мне вопросы, когда я вижу, как Слава Полунин, как праздничный клоун, как бы не было темно в мире, дает свет и сжигает душ людей, при котором взрослые перестают быть взрослыми и сливаются с детьми, я вижу, да, тяжело, да, но приговорить себя к абсолютному злу, это значит помочь абсолютному злу. Это очень точно. Но где взять силы, чтобы найти этот свет, когда вокруг темно, когда быть праздником несмотря ни на что, где взять силы и ресурсы, чтобы вот с этим справиться, хотя бы вот на этой первоначальной стадии? Как только вы начинаете, возвращаясь к делению, искать ресурсы в самострадании, впадаете в формулу нарциссизма, о которой можно сказать, он любил себя, это было взаимно, вы проигрываете, вы провыигрываете в этой игре со злом, а как только вы видите, ваш талант, он есть, и ваш талант, это ваш инструмент, с помощью которого вы конструируете материальности, не надо думать, что талант совпадает с личностью, это инструмент преображения мира, вспомните слова, которые Сальери говорит Моцарту, который задержался, ты с этим шел ко мне, остановился, слушайся, ты по час слепого, ты Моцарт, не достоин сам себя, талант только инструмент, и когда вы видите, что у вас есть этот инструмент, он у вас есть всегда, никакая ситуация не сделает его разрушенным, и тогда вы говорите, вот там человек, которому я должна помочь, наш с вами ресурс, это люди, которым мы можем помочь, это люди, которые в вас верят, это люди, которые в вас смотрят, это люди, которые в вас принимают, пока есть эти люди, с вами будет, да, захочется плакать, да, подушка будет мокрой, ночная подушка, но вы же встанете, вы сделаете себя, как делаете каждый раз, когда бросаетесь в общине, и выходите и говорите, вот это я. То есть сделай, что должно и будь, что будет. Я в последнее время закипнотизировал мудрой формулой Виктора Франкла, которую он предложил в ситуации концлагеря, что происходило с тремя категориями людей. Кто как быстро ломался и кто не ломался в ситуации кризиса жизни? Прежде всего ломались те, которые считали, что ужас завтра пройдет и что туча пробежит и все кончится. Туча не проходила и тогда они оказывались пленниками обманутых ожиданий. А ничто так не разрешает личность, как обманутые ожидания. Саморазрушение. Это первая категория людей. Вторая категория людей это люди, которые говорили ничего не изменится, будет конец, все плохо, это навсегда. Мы все умрем. мы готовимся не жить, а умирать. А что было с третьей категорией? А третья категория не обсуждала, что будет завтра светлое будущее и все склонит. А третья категория не задавала вопросов, что все это навсегда и тем самым самораспинала себя. А третья категория делала свое дело. И те, кто в ситуации беспредельного кризиса, в тяжелейшей ситуации преодолевали это, делая свое дело. По-другому я выражаю это формулой. Как только мы решим с вами выживать и жить по формуле У-2 угадать угодить, мы проиграем прежде всего знаете, что самих себя. А как только мы будем по-другому действовать, моя любимая формула жить, а не выживать, тогда другое дело. Мы сейчас с вами общаемся, мы не выживаем. Мы с вами общаемся, мы смотрим в глаза друг другу, мы живем и видим, как много людей, которым могут жить, но для этого надо, чтобы вы были с ними. Да, но жить в состоянии неопределенности, когда невозможно планировать больше, чем на две недели, потому что ты не знаешь, что будет, очень сложно, психологически очень тяжело. Как себе в этой ситуации помочь? Прежде всего, мы всегда живем в ситуации неопределенности. Не бывают ситуации, которые не являются ситуацией неопределенности, но сейчас мы делаем следующее, мы не просто говорим, эта неопределенность меня разрушает, эта неопределенность меня губит, она меня распинает, а как только мы это говорим, слушайте, мы начинаем оказываться действительно распятыми этой неопределенностью. Мы, я люблю повторять, что на всякую неопределенность мы можем ответить своей беспредельной непредсказуемости. И столько вы делаете вещей, когда вы как Пушкин о себе можете сказать «Айда Пушкин, Айда Сукин или Айда Мариана Айда Сукина дочь, простите, такие есть вещи всегда. Вы на любую неопределенность можете отметить стратегии совладания с неопределенностью, четко зная, что есть из вас такое выскакивает, что вы с ней можете справиться. Я вот еще знаете с вами о чем хотела поговорить Александр Григорьевич, о коллективном и личном. Вот люди, которые испытывают подобные чувства, это страх за себя, за свое будущее, за будущее своих детей, за свою карьеру, работу, какие-то перспективы, или это страх и непонимание, что будет со страной? То есть это про себя или про вот что-то большое, про страну? Мы настолько впаяны в страну, что страх за страну, страх за судьбу того мира, в котором мы с вами находимся, он в симбиозе с страхом за своих самых близких. Так мы с вами устроены. Но вместе с тем есть совершенно две разных совсем неописанных типологий людей. И это разные страхи. Я все больше вдруг понимаю психологический смысл различий между гражданами и подданными. Подданные им где-то даже легче. Они как адаптанты, они готовы прогнуться под изменившийся мир. И они быстро находят ответ. Все правильно. Они живут по формуле. Сиди, жди, придумают вожди. Они находят те или иные источники контроля и тем самым все правильно, все замечательно. И тут есть границы. А есть люди, которые называются гражданами. Я очень люблю одного мыслителя. Его звали Юрий Михайлович Лозман. Этот великий создатель семиотической теории культуры, блистательный ректор Тартовского университета, когда-то анализируя мир нашей страны, и его историю сказал, что люди в России подчинены, и тут он использовал конструкт известного психолога Карла Юнга архетипы, такие коллективные образы бессознательного, двум архетипам, и они все время борются в жизни российской истории. Один архетип назвал Лотман, архетип вручения себя. За вас все решает монарх, за вас все решает лидер, за вас все решает царь, и тогда вся страна служивые люди. Другой архетип договора, когда вы пытаетесь найти договор и пытаетесь общаться. Архетип вручения себя характерен для подданных, а архетип договора, когда вы общаетесь, когда вы ищете свой путь и говорите, что у меня свой выбор, свой жизненный путь, это два совершенно разных пути. Это пути граждан и пути подданных. Психология подданных это психология большинства? Когда мы говорим конкретно о нашем мире, то, как правило, в вашем вопросе содержится ответ. Психология подданных, подданных, подданные это люди-матрицы. Но в любой матрице, интересно, тут игра некоторых имен в разных исторических произведениях, есть либо Немо, помните капитан Немо в Наутилусе, который бороздил океаны и пытался трансформировать реальность, либо есть Нео, который вступает в борь с матрицей. И в том, и в другом случае и Немо, и Нео одерживают свои победы. Они граждане. Они граждане. И когда вы со мной говорите, и я с вами говорю, вы не дышите воздухом депрессии. Вы дышите воздухом поиска. Вы дышите воздухом того, что вы сами делаете выбор. А большинство дышит воздухом страха? Они боятся или они просто не думают в этом направлении? Вот подданные вот так. Я перехожу на неожиданную для меня тему и вспоминаю то, что прочел недавно. Недавно я прочел суд писателей, который происходил, когда вышла буря, произведение буря над Ильей Иренбургом. Выступали разные. Выступал Шолохов, выступал другие. И говорили Иренбургу, это были годы космополизма. Все ваше произведение мерзкое. Оно против нашего строя. Оно против власти. вы так писали, потому что вы не любите большинство, а большинство это народ. И каждый из них говорил именем народа, во имя его, будь проклят, Илья Иренбург. Я не перечисляю эти стенограммы, прочесть может каждый, кто нырнет. Но конец Иренбург взял слово. И Илья Иренбург сказал, вы говорите, что мое произведение космополита, что вы говорите, что это произведение еврея, и поэтому бросайте мне это в глаза. А вот что мне пишут люди, как важно, как легко, как по-иному увидели они мир после моего произведения. Он смотрел на их лица, его слова ничего не значили и были полны осуждающего презрения и была формула обличить, обличить, обличить. Но тут Иренбург сказал, и вот я вам прочту последнее письмо. Дорогой мой друг было в этом письме. Я прочел ваше произведение Буря. Это блестящее произведение. Я вас поздравляю. И краткая подпись Иосиф Сталин И что было со всеми шелухами? Что с ними все не стало? Мгновение молчания и те, кто распинали кричание распни его, толкали его на Голгофу зааплодировали. Почему я рассказываю об этом, отвечая на ваш вопрос? Потому что эта ситуация диагностики религиозного сознания, религиозное сознание это сознание фанатиков. Религиозное сознание это жизнь по формуле повторяю сиди и жди придумают вожди. Я человек маленький сверху виднее и мы оказываемся подданные всегда имеют Бога, подданные всегда имеют лидера, подданные всегда имеют императора и тогда что за сезон в мире? Что за сезон в мире? Осень? В мире весна? Нет. Сезон фанатиков. Сезон неосознаваемых или осознаваемых язычников, для которых всегда есть культ того, чье имя встанет, что имя будет брошено и будут только аплодисменты тех, кто только что хотел тебя распять на кресте. Блестяще. Сейчас такое чувство, что как-то все в кучу. Сталинизм, религиозность, мистицизм у многих людей. Как будто бы какой-то логической цепочки совершенно не просматривается. И вот люди, которые кричат со сцены какие-то слова в поддержку того, что происходит. Вот, например, Дмитрий Певцов, депутат Госдумы и актер, он вообще говорит, что боремся с сатанистами, боремся с силами сатаны. Это как? Это как? Что происходит? Тем более в стране, которая, в общем, не была религиозной долгое-долгое время. Я не знаю ни одного года в истории нашей империи и нашей страны, когда она не была бы религиозной. Мы живем в стране разных религий. на смену формуле, которая принадлежала графу Уварову «Православие, самодержание, народность, министр просвещения позапрошлого века» пришла формула языческая. Есть три бога. Маркс, Энгельс, Ленин или потом Сталин. Блестящая формула. Говорим одно, подразумеваем другое. Говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы всегда жили в языческом сознании. Мы всегда жили в магическом сознании. Когда я подходил к ребенку, который называется «Октябренок», вы помните, было время, я был «Октябренком», а потом «Пионером», и смотрел, у него на значке был маленький курчавый мальчик, молодой, курчавый. И я спрашивал «Октябренка», скажи, или кто-то его спрашивал, «А кто у тебя здесь нарисован?» И следовал ответ «Дедушка Ленин». И кудрявый ребенок четырех-пяти лет назывался дедушкой. Мы все время живем в стране мистического сознания. И когда упоминаемый вами человек говорит «Сатанисты», я бы не стал его целовать, но его бы с удовольствием как экспонат поцеловал мой коллега по имени Зигмунд Фрейд. Он бы подошел к нему и сказал «Я долго изучал феномен проекции, когда другие негативные стереотипы, черты приписывались другому человеку, когда сатанист приписывает сатанизм и мистическое объяснение другим людям, когда он вдруг вырывает из истории культуры явно эмоциональные заряды языческого сознания и кричит, как кричали опричники Гойда, тем самым доставая лозунги язычников. Да. Империя многих годов была империей язычников. Империя многих годов существовала, меняя религиозные моменты. простите, будучи преподавателем, я помню экзамен, когда пришел человек, мне пришлось присутствовать как профессору в этом году 50 лет, как я преподаю в МГУ, на экзамене по марксизму, не побоюсь этого слова, ленинизму. И председатель комиссии был хмур и огорчен. Человек отвечал блестяще студент. Он сказал, вот вы так хорошо рассказываете идеи Энгельса, а мне пришла на вас записка, на вас записка, что вы, оказывается, ходите в церкви и вы православный. Тишина в аудитории. А я помню ответ этого студента. Он сказал, а меня разве когда-нибудь на занятиях спрашивали, во что я верю. Вы меня просили рассказать диалектику природы, я вам рассказал, но разве я в это верю? По сути дела, в вашем вопросе следующее. Мы в мире подданных, а подданные это всегда верующие. Может меняться Бог, это может быть монорелигия, и тогда это вера, как в нашей стране преобладающая либо в Христа, либо в Аллаха. Я не буду перечислять дальше все понятное, о чем я говорю. А мы можем быть язычниками и так далее, и тому подобное, но всегда вера. Вот если существует коллективный разум, значит, наверное, существует и коллективное безумие. Это вообще управляемая штука? Это сравнимо с сектой, с каким-то фанатизмом? Прежде всего, я хотел, чтобы вы услышали мою жесткую позицию. Не следует рядить фанатиков безумцы. Фанатизм это предельно точная характеристика закрытого сектантского фундаменталистского сознания. У любого фанатизма главная черта, одна из главных, это группа мыслия. Вы не мыслите сами. Это придумал не я, это придумал блестящий психолог и психоаналитик Эрих Фром. Бегство от свободы и фанатики всегда рабы одного мотива. Если у вас много мотивов в жизни, фанатик подчиняется и он раб одного мотива. Поэтому знаете, что общество иногда называют плохим, хорошим, но самый опасный диагноз общества это фанатичное общество. Услышьте меня, пожалуйста, когда мы говорим о фанатиках, у нас со школьной камни почему-то всплывает инквизиция, которая поджигает, сжигает Джордана Бруно. И нам кажется, это где-то далеко. Фанатизм стоит как одна из линий трансформированного сознания. И когда вы задаете абсолютно четкий вопрос, как это уживается, а для фанатика у фанатика ключевая черта нечувствительность к противоречиям, другая черта группа мысли и непроницаемость к опыту. Он закрыт, у него масочное сознание. Все это те или иные лакмусовые бумажки фанатического коллективного сознательного, а не коллективного бессознательного. Коллективная вина и коллективная ответственность. Что это такое? В последнее время вопрос о коллективной вине и коллективной ответственности все время как топор висит в воздухе. И когда целый ряд наших с вами коллег отъезжая к Герцену и пытаясь создать свой колокол говорят, что те, кто действует в круге первым, те так или иначе не понимают, что мы должны испытывать коллективную вину за происходящее. Испытываю ли я вину за происходящее? Испытываю. Но это моя индивидуальная вина. Когда после крушения определенного режима во время Второй мировой войны Ясперс написал об ответственности каждого немца за происходящее, то началась в буквальном смысле слова трансформация сознания. Начинается ли у нас трансформация, после которой мы так иначе временами начинаем по-иному дышать или действовать? Вспомните, Ясперс призвал Германию к ответственности, а вы вспомните обуваться, а вы вспомните его «Покаяние». Фильм, который магнетизировал всех нас. Но после был очень точный диагноз. Мы не перешли от покаяния к действию. Покаяние осталось на экране. Иными словами, действие – моя вина, а говорить о коллективной вине, говорить за весь мир, по ряду причин, мне сегодня трудно говорить формулу обыденного сознания за всю Одессу, я не могу. Поэтому для меня самое опасное во всех этих рассуждениях о коллективной вине, коллективной ответственности, что те, кто так рассуждает, отзеркаливают тех, против кого они выступают. в чем беда многих происходящих событий? В том, что все деперсонализировано, обезличено, мир делится на японцев, вьетнамцев, украинцев, русских, итальянцев, и мы не видим личность, мы видим, простите, кризис в том, что из глубин веков поднялось только глобальное осуждение за этничность, а при этом оно убило, что мы все разные, что происходит? Фанатизм всегда проявляется в том, что его несут в мир варвары. А что такое варварство? Варварство это полное уничтожение разнообразия. Это полное уничтожение права на иной голос, иную мысль, на то, чтобы ты мог идти с той ноги, с которой ты хочешь идти, а не тебе велели идти с этой ноги. А вы сказали, что вы испытываете индивидуальную вину, а почему? Можете объяснить? Я испытываю индивидуальную вину потому, что многие вещи прогнозировались, многие вещи чувствовались, многие вещи носились в воздухе. Буквально в 90-е годы я писал работу, о которой сейчас вам много говорю, «Сезон фанатиков». Я говорил, что есть огромный риск, что мы все станем заложниками фанатичного сознания, и тогда, как во многие века, большинство будет распинать личность. Я считаю, моя вина заключается в том, что я сделал мало, чтобы показать, что личность может войти в противоборство системы и победить эту систему. Ну, вот вы и такие люди, как вы, которые не молчали, которые говорили, которые не поддерживают, которые не голосовали против, и у УУЖа сходили, может быть, на согласованные митинги или одиночные пикеты, но точно не молчали. Ну, а почему, в чем вина? В чем вина? Моя вина в том, что произошло то, что произошло. Когда я вижу, в буквальном смысле чувствую, как бы я не действовал в свое бессилие, тогда я испытываю вину, что не предотвратил эту ситуацию. Когда я вижу, что целый ряд замечательных людей вдруг оказались в ситуации лишения голоса, лишения свободы, я выступал, я говорил, но я сделал так мало, чтобы это произошло, поэтому я чувствую вину. Запад сейчас винит всех россиян, ну, мы знаем, а вы, это психологически, вам эта модель понятна, с психологической точки зрения? всех россиян, вне зависимости от их позиции. Когда Запад начинает великолепить всех, то за подобным пониманием мира, который предлагает Запад, то же самое. Тотальность над личностью. Запад утрачивает ощущение, что все мы разные. Запад становится сам, как я не раз это говорил, тем же отзеркаленным подобием тех, кого он винит. И каждый раз Запад своими действиями и обвинениями выступает в особой роли, в роли Сукиного сына. Когда в группе начинаются проблемы, находят того, против кого группа в ситуации неопределенности, может сплотиться. Его назначают Сукиным сыном, козлом отпущения. Поэтому, когда Запад говорит, вы не должны выезжать, вас лишат виз и так далее и тому подобного, я так вижу радостные лица пропагандистов. вот Сукин сын, против которого должна сплотиться наша страна. Запад выступает помощником той идеологии, против которой он выступает. Да. Еще одна из вещей, которые я вот не могу понять, как мы, как общество, так быстро приняли от никогда больше до можем повторить и до того, что происходит сейчас. Как это могло произойти? Обсуждение самой возможности ядерного конфликта. Вот это же, ну, официальные лица об этом говорят, да, об этом пишут, и некоторые даже призывают к этому. Просто разве это само по себе не должно вызывать какой-то экзистенциальный ужас? Априори. Во-первых, это вызывает огромный ужас многих. Но, извините, я возвращаюсь с назойливостью к тому, что я говорю. Фанатик всегда призывает, что спасением мира является апокалипсис. В каких формах приходит этот апокалипсис? В разных формах. В форме Воланда, который уничтожает Землю или в форме ядерного взрыва. Но фанатичное сознание допускает идею апокалипсиса как идею развития человечества. А допуск этой идеи приводит к тому, что все оказывается возможным в мире невозможным. есть пять степеней принятия неизбежного, как говорят отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Мы сейчас как общество, если так можно говорить, на какой стадии? мы как общество на разных стадиях. На одной стадии подданные, на другой стадии граждане. граждане не принимают неизбежности, граждане ищут альтернативы, а подданные живут по формуле я и скажу слова из замечательной вещи добрый человек Иссезуана, что 40 баранов стояли в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают те же бараны. Хочется верить какой-то свет в конце туннеля. Вы меня опередили и в вашем сознании родилась формула. Во-первых, вы допускаете, что мы в туннеле, а туннель имеет начало и действительно в конце туннеля есть свет. Любой кризис имеет начало и конец. Извините, вас перебью. Главное, чтобы это не был свет приближающегося поезда, говорят. Это блестящая формула, когда свет в конце туннеля будет светлым. И снимаю шляпу. Кризис разрешится тогда, когда в нашем мире будет много зощин, бабелей, хармсов, мастеров парадоксов преодоления кризиса. Мы с вами четко понимаем мастерство прогнозирования тех, кто говорил, к чему приводят системы, убивающие личности, убивающие индивидуальности. Замятинское мы. Вы это отлично помните. Все вещи Орла, великолепные вещи Набокова. Что это такое? Мы не услышали антиутопии и их прогнозов. Но какие бы не были антиутопии, они есть и показывают, что есть трансформация. А особенно, скажу странную вещь, в сетевом мире, сколько бы не было тромбов в сетях, сетей больше. И в сетевом мире изоляция становится невозможной. Как лично вам вот сейчас из сегодняшней точки видится будущее? Я всегда отвечаю. У меня есть на этот вопрос как рояль в кустах ответ, что я не работаю Кассандрой даже на полста. Вот. И поэтому я только четко понимаю, что разговаривать о будущем я возвращаюсь к вопросу и логике Франкла. Говорить далеко ли конец или конец совсем близко и уже подкрался совсем к нам. Каждый раз с этими разговорами мы думаем, что будущее существует вне нас. Это неправда. Мы с вами конструкторы настоящего и будущего. И даже когда я сказал, что я испытываю чувство вины, значит, я действую и думаю о том, как помочь выйти из этой ситуации. Поэтому, чтобы было будущего, надо конструирование перспектив настоящей. Спасибо вам большое, Александр Григорьевич. Это был Александр Осмолов и Марианна Минскер. Всем любви. Редактор субтитров